Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня я к вам буквально на секундочку. Видео будет, скорее всего, коротким, одним кадром. Не успеваю я снять полноценное видео, чтобы и вам показаться в кадре и рассказать о чём-то интересном. Но видео каждый день, поэтому вот такое очень быстрое видео решила для вас снять. Думала-думала, снимать или не снимать. Может быть, связать побольше и как-то сегодня сделать прогул себе. Но всё-таки решила снять. Итак, друзья, как вы все понимаете, победил всё-таки вот этот джемпер. Сейчас я вам его показываю. Но джемпер Селма тоже у меня будет связан, скорее всего. Леночка Эпни написала, что я не могу выбрать среди этих двух моделей свяжи, Кателена, две эти модели и не морочь голову, чтобы не делать выбор свяжи две. Наверное, я так и поступлю. И вон уже готовая пряжа для джемпера или жилет это будет Селма. В общем, пока не знаю. Ну, давайте о пряже немножко позже. А сейчас расскажу о текущем процессе. Скорее всего, я этот джемпер, или, может быть, это будет трансформер, или это будет свитер. Я пока не знаю. Всё рождается по ходу пьесы. Но я назвала это, это, так скажем, нечто. Пока что не знаю что. Туман. Уж очень похож цвет этого джемпера. Сейчас вот при таком освещении. Ну, практически передаёт вам камера. Практически передаёт. Очень похож на туман. Такой серо-голубой. Я вам уже показывала пряжу. Сейчас ещё раз покажу. Это вот такие две пряжи. Достаточно бюджетные. От Янард джинс. Цвет 49. Вот этот серый. Ну, фокус. Сегодня заработал. Но более-менее. И вот, кстати, нашла моточек вместе с этикеточкой. Это Ализе Кид Махер. Вы мне пишите, да, она колючая? Нет, друзья. Для меня она, ну, так скажем, приятная колкость. Как сейчас говорят. Тем более, если это будет у меня жилет. Он носится на что-то. На водолазку. Там на рубашку. Вот я сейчас хожу с этой пряжей. Вот эта последняя работа. Трансформер. Мне очень тепло и горло приятно. Мне не колет. Как бы мы все индивидуальные личности. Кому-то колет. Мне не колет. И тем более, я ещё не стирала этот воротник снут. После стирки будет вообще ещё мягче. Вот такие две пряжи дают мне вот такой вот серо-голубой оттенок. Так. У меня вот этой пряжи Ализе, значит, здесь что? Здесь очень хороший метраж. 500 метров в 50 граммах. У меня 150 грамм. Я думаю, что мне хватит на джемпер. Или что это будет. А вот этой пряжи джинс у меня чуть меньше 500 грамм. Ну, будем считать 500 грамм. Тоже нормальный как бы вес. Думаю, что что-то полноценное должно на размер 52-54 получиться. Как вы видите, я немножко поменяла модель. В модели там сразу идёт вот этот рисуночек практически сразу. Там буквально какие-то 2-3 ряда. И сразу начинается вот этот рисунок. Вы видите, что у меня связана резиночка 2х2. Вот здесь вот эта очень удачная кромочная с накидом. Видите, какой ровный край. Значит, как вязать эту кромочную? Я сейчас вам расскажу на словах. Снимаем первую петлю. Только внимательно слушайте. Не делаем накид, а потом снимаем петлю. А снимаем первую петлю. Делаем накид. То есть, снимаем, не провязывая. Дальше вяжем наши петли. В конце, ну, конечно, у вас в первом ряду не будет накида. Последнюю петлю провязываем лицевой. Лицевой, друзья. Вяжем до конца ряда. В изнаночном ряду у вас первая петля станет последней. И здесь уже накид. Вот этот накид с непровязанной первой снятой петлей провязываем вместе лицевой. И так продолжаем. То есть, первую снимаем, делаем накид. Последнюю провязываем петлю с накидом лицевой. Вот и все. И получится вот такой очень ровный, красивый край. Ну, прелесть. Красота. Итак, сразу отвечу давайте на вопрос. Я, кстати, друзья, очень извиняюсь за предыдущее видео. Я там практически ни на один комментарий не ответила. Друзья, нет вообще времени. Правда, мне хочется вам что-то показать. Не знаю, отвечу ли я на эти комментарии. Но вот, которые я запомнила, сейчас вам отвечу. Лена, где купить вот такую книгу? Большая книга японских узоров от Хитомишида. Я покупала эту книгу. Как сейчас помню, она стоила тысячи рублей. Это года два, наверное, назад. Или три, может быть. Да нет, наверное, два. В Москве, в магазине Виртуозы Иглы, который находится в Реутове. У них же есть и интернет-магазин. В общем, можно посмотреть в любых интернет-магазинах. Может быть, даже и в книжных магазинах. А может быть, в магазинах для рукоделия. Там, где спицы, пряжа. Посмотрите в разделе книги. Или литература. И вы там найдете вот эту книгу. Там девочки уже ответили на комментарии. На мой, где купить. И кто где покупал. Есть книги, продаются в мягких переплетах. Конечно, они дешевле, друзья. Я соглашусь с этим. Там пишут 600-700 рублей. Но я вам советую, как говорится, потратить больше денег. Но купить все же книгу в полноценном, твердом переплете. Здесь все... Тоже был вопрос. Все картинки цветные? Да, друзья. Здесь все картинки цветные. И опять был комментарий. Я его пока еще, наверное, не одобрила. Вот, кстати, вот этот 112-й узор. Девушка написала, где его найти. Ой, нет, не этот. Где он? Так, 116-й. Сейчас. Вот. У Светланы Коломиец на канале есть подробнейший мастер-класс вот этого 112-го узора. Может быть, я даже и вместо вот этой селмы свяжу вот из той бирюзовой пряжи. Мы сейчас к ней тоже подойдем потихонечку. Что-то вот... Какое-то изделие. Она вязала шарф. Кстати, для шарфика тоже очень прекрасно подходит. А вообще, да, я соглашусь, это мужской узор. Вот кто вяжет мужчинам, может быть, вы... Сейчас время подарков к Новому году. Может быть, кто-то подарит из вас любимому мужчине, мужу, брату, сынуле. Вот такой джемпер связанный вот этим узором. Светлана Коломиец. Наберите в поиске узор номер 112 и вы попадете на этот мастер-класс. У кого нет рисунка и кто начинающий, кому нужен попетельный мастер-класс, все уже есть в Ютубе. Так что я не говорю, что вот эту книгу я часто использую. Но, друзья, такие вещи, вы знаете, приятно полистать. И потом здесь есть все обозначения. Иной раз в интернете находишь схему без обозначений. Вот эта книга вам в помощь. Здесь все обозначения есть. Ну, во всяком случае, такие часто используемые. Я понимаю, что все по-разному знаки трактуют. Не обязательно вот такие. Одно и то же может рисоваться по-другому. Но, тем не менее, это тоже как подсказка. Можно найти схему без обозначений. И найти потом обозначения в этой книге. Так что я все равно вам рекомендую эту книгу. И все-таки в твердом переплете. Здесь даже есть вот закладка. Ну, все очень удобно. Так, это я ответила вам на вопрос, где купить эту прекрасную книгу. А теперь давайте расскажу. Знаю, что будут. Будут все равно вопросы. А сколько петель набрали. Мне эти вопросы идут даже к роликам, которым уже 3 года. Я даже вообще не вспомню, как я это вязала. Тем более, сколько петель я набирала. Вот поэтому в этом видео расскажу, сколько петель я набирала. Какая ширина полотна у меня. Может быть, кому-то мои размеры подойдут. Кто не хочет, так скажем, высчитывать, рассчитывать. У меня 52-54 вот этот джемпер на меня. И я набирала 136 петель. То есть, резинка 2х2 вяжется. Количество петель должно делиться на 4. Плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Вот так вот рассчитывается, если вы вяжете какое-то изделие резинкой 2х2. И первый ряд нужно начинать изнаночным. Чтобы у вас, то есть, нужно начинать кромочная вот с накидом. Дальше у меня идет 2 изнаночные, 2 лицевые. Не с лицевых, а с 2 изнаночных. Чтобы у вас на лице, как раз вот в этой косичке, которая является лицом, вы будете начинать вот отсюда, с изнанки. Здесь она не очень красивая, согласитесь, для кого это важно. Вот, поэтому начинайте с кромочной с накидом, если она вам понравилась. Ну, как она может не понравиться? Такая красотулька, правда? Вот, потом 2 изнаночные, 2 лицевые. И заканчивается, естественно, двумя изнаночными. Вот это те 2 петли для симметрии и кромочная. Вот, какая здесь еще хитрость? Не знаю, на пальцах сейчас объясню. Поймете, не поймете. Вы видите, как красиво... Так, надо взять какую-то указку. Сейчас возьму какой-нибудь крючок. Вы видите, как красиво из резиночки, вот из этих полосочек, вывязывается узор. Как будто так, ну, попадают петли. Нет, друзья, не попадают. Когда при первом перекрещивании у вас не получается вот так красиво, ну, то есть, идет, допустим, нужно лицевую петлю, вот вверх, чтобы она была, у вас идет изнаночная. В этом перекрестке просто поменяйте петли местами. То есть, лицевую сделайте наперед, поменяйте с изнаночной, вот здесь, и сделайте так, чтобы она была сверху. Этот перекрест будет незаметен, видите? Но зато очень красиво вот так вот будет выходить, как бы резинка будет продолжением узора очень-очень красиво. Не знаю, поняли вы меня или нет, но когда начнете вязать и дойдете, я думаю, что вы поймете, что нужно сделать, поменять местами всего лишь петли, чтобы было красиво. Итак, 136 петель, вяжу я спицами джинджер из вот этого набора, мне он очень, друзья, нравится, просто очень. Деревянные спицы, единственный минус, то, что они хрупкие, на них важно, их важно не сломать. Здесь очень хорошее соединение винтовое, леска цепляется на винт, вот, вкручивается. У меня ни разу не откручивалась леска, мне там пишут, что откручивается, не знаю. Вот они ключики, я закручиваю ключом, и у меня ни разу леска не открутилась. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я этими спицами, видите, они у меня даже некоторые уже и постирались, золотыми стали, потому что я вижу часто. И ни разу леска у меня не открутилась. Покупал мне Лешек также в том же магазине Виртуоза иглы, который в Москве, и тоже тогда по сладкой цене. Но везде они уже стоили 8-9, 6-400, по-моему, Лешек отдавал. Вот, так что набор мне этот очень-очень нравится. Для скользкой пряжи, вот как раз для Махера, здесь тонкий кончик, остренький такой, не тупой. В общем, я рекомендую, конечно. Многие там вязальщицы пишут, я покупаю китайские и ими вяжу. Мне тоже нравятся китайские, друзья. У меня есть и китайские, и иногда и ими вяжу. Вот, но вы знаете, дорогие спицы, это как вот две машины, Мерседес и Запорожец. Вроде бы это и та машина, но поездка в одной, это испытание, а в другой наслаждение. Вот так бы я отозвалась о дешевых и дорогих спицах. Конечно, другое дело, если нет возможности, это дело совершенно другое. Вот, теперь, что я дальше еще не рассказала вам. Значит, про петли, а, размер вот отсюда, поверьте, я уже померила, потому что снимаю одной рукой, мне неудобно сейчас при вас мерить. Значит, вот эти 136 петель мне дают вот здесь 62 сантиметра. Что будет после стирки, я не знаю. Потом, конечно, расскажу. Но сейчас 62 сантиметра. Вот. Что еще хотела вам рассказать по поводу второй модели, которая называется Селма. Вот, вот эта модель. Здесь джемпер. Вы пишите, что можно такой связать и жилетик. Да, можно. Ну, посмотрите, какую я модель еще нашла. Вот этот элемент, вот этот оран, переходящий, да, вот в резинку, или резинка переходящая вот здесь в оран, подчеркивающая вашу талию. Вы мне пишите, фигура вам позволяет. Друзья, вы мне льстите. Я так набрала вес. Это вообще. И, наверное, остановилась на другом джемпере. Вот эта приталенность меня смущала. Ну, может быть, связать и сделать стимул на сброс веса, на постройнить установку сделать. Так вот, вот этот элемент, я нашла джемпер вот с этим элементом, но только в центре. Вот сейчас я вам его покажу. Посмотрите. Ну, очень похоже, согласитесь? Мне единственное, здесь не нравится воротник. Но здесь резиночка не 2х2. Вы видите, здесь как бы не 4х3, но что-то такое. Очень мне нравится простой, но настолько элегантный джемпер. Так вот, еще одна идея. К сожалению, я не нашла название этого джемпера, ни описания, ничего нет. Но, по-моему, можно найти, если захотеть. Он очень перекликается вот с этой моделью Селма. Так что вот теперь опять, ну что, 3 вязать тогда? У меня столько пряжи подходящей нет. Так, все. Рассказала я вам про, ну, как распределить петли, я думаю, что вы поймете. Значит, коса занимает 6, ой, 16 петель. Здесь тоже 16 петель. И между косами по 8 петель у меня. Вот и плюсуйте. 16 умножайте на 4. То есть, получается, раз 16, 2, 16, 3, 16. И два раза по 8, 16 на 4. Отнимайте 136 минус 64. 72, по-моему. Делим на 2. 36 петель в начале. Вместе с кромочной. Вот 36 петель вяжем изнаночной гладью. Рядность, конечно же, присутствует. Ну, ничего. Ничего. Вот. И дальше расположите свои узоры. Вот эти переплетения. Они будут в центре. Все. По-моему, здесь рассказала все. Сейчас немножко расскажу о пряже, вот, которая у меня есть. Значит, у меня 500 грамм опять такой же пряжи Янард джинс. Оттенок здесь 55, цвет морской волны. И хочу я сделать смесовочку вот с таким дорогим кашемиром. Давно лежит у меня уже вот эта пряжа. У меня ее 400 грамм. Вполне хватит на хороший джемпер. Согласитесь, очень удачная смесовка. Практически стопроцентное попадание вот с этой пряжей Янард джинс. Здесь мохер в этом джемпере. Ну, а в этом будет кашемир. Вот такие у меня задумки на следующую модель. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам было интересно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.